здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 55 уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих в этом уроке я хочу вам показать классный виджет зацикленного кругового таймера сейчас вы видите у себя на экранах когда я говорю зацикленный это значит что какое бы вы время здесь не задали после обновления страницы время начинается опять с того же времени который я установил сама видите то есть начинается с 39 секунд обратите внимание обновляю еще раз и опять 39 очень часто я слышу что люди интересуются и ищут именно зацикленный таймер для своих нужд это нужно для того чтобы например когда делаете лендинг поставили таймер как бы он работает и забыли об этом потому что если он не зацикленный время рано или поздно истечет и здесь будут показываться нули ну или же есть такой таймер когда время истечет и он начинается начинает обратные 100 сначала свой отсчет этот же таймер как бы все время показывать будет одно время после обновления страницы то есть человек например зашел к вам на сайт ознакомился увидел тут акция осталось до конца акции столько-то времени то есть мотивирует человека поторопиться сделать целевое действие да то есть купить ваш товар или подписаться он может зайти еще пораздумывать зайти на ваш сайт снова маловероятно что он обратит внимание что время стоит на месте да то есть не знающий человек он на это время никогда в жизни не обратит он увидит лишь что осталось ограничение то есть осталось совсем мало времени так что вы об этом можете не переживать вот и соответственно если бы таймер не был зацикленный это было бы проблематично каждый раз заходить в настройки и выставлять время когда таймер закончится это конечно же не вариант поэтому зацикленный таймер как правило популярнее для создателей одностраничных сайтов также данный виджет можно размещать несколько раз на странице вот ниже видите еще один виджет с другим временем я поставил единственно только что дизайн а будет один и тот же то есть если вы выставите например три таймера и у одного из них смените дизайн то у всех трех сменится дизайн вот это нужно иметь ввиду и так давайте переходим в программу adobe news и рассмотрим этот прекрасный виджет итак находясь muse из библиотеки я перетаскиваю данный виджет и давайте разберем его настройки принципе здесь все по-русски думаю здесь сложности возникнуть у вас не должно смотрите первое показать не ставим галочку если нужно чтобы еще показывались еще и дни показать часы показать минуты секунды здесь я уже не останавливаюсь здесь все понятно время до конца отсчета в секундах выставляете время такое сколько вам нужно чтоб тут шел от отсчет времени да и вот смотрите цвет круг круга и здесь стоит код цвета если вы не знаете как получить код цвета прямо из мею сейчас я вам покажу например какой-то прямоугольник выделяете идете в заливку и выбираете тот цвет какой вам нужен я беру пипетку и вот беру например мне нужно сделать по дизайну до своего лендинга я беру вот этот цвет его код вот здесь отображается я его отсюда копирую захожу обратно виджет удаляю все что здесь есть и вставляю enter вы видите да круги у нас стали такими зелеными цвет фона круга это вот тот фон та линия которая бордовая также давайте цвет изменим опять я выделяю какой-то прямоугольник чтобы у нас заливка стала активной и беру например вот этот цвет аналогичным образом копирую данный код захожу виджет и меняю здесь дальше ширина фона круга стоит 0 5 из списка можно выбрать еще две позиции 1 0 1 5 это просто толщина 1 0 у нас будет ровно такой же толщиной как вот эта линия заливки так и заднюю этот темный круг и 1 5 это наша темная подложка будет немножко выступать видно да даже здесь в демо единственное что здесь не хватает данного виджета это управление цветом цифр и буквами то есть вот эти вот минуты часы секунды и слова часы минуты секунды цвет черный нельзя управлять но та область внутри она прозрачная и если у вас как у меня вот такой темный фон и черные буквы не видно то можно сделать некую подложку сейчас вам покажу как это можно сделать соответственно дальше если нужно поменять надписи дни часы минуты секунды они тут меняются все здесь принципе рассказать больше нечего принципе давайте разместим его где-нибудь и посмотрим в браузере как это смотрится принципе все нормально у нас идет и вида да что черный здесь не очень котируется как например видно здесь у меня сзади подложка светлая давайте посмотрим как я это сделал это не что иное как обычный прямоугольник выделяем рисуем таким образом чтобы вот эти направляющие были по по краям касалась да то есть как бы касался круга такого же размера а дальше вы этому прямоугольнику даете цвет я беру например вот этот темный цвет и делаю просто здесь светлее стрелками на клавиатуре я управляю так чтобы не было видно наш таймер зажимаю control и квадратная скобка горячий клавиши чтобы отправить данный прямоугольник на задний план и потом я делаю этому прямоугольнику вот здесь скругление 100 надо сделать так что по краям он не выступал а заливалась только вот здесь внутри давайте посмотрим немножко заступает в общем это поправимо если вы не можете выделить таким образом теперь эту заливку прямоугольник у вас выделяется а таймер то правой кнопкой мыши вы его закрепляется чтобы его нельзя было двигать да и теперь у нас выделяется задняя часть здесь вы можете вообще немножко так поджать чтобы его не было видно нам нужно только что была заливка в середине принципе все дальше вы просто дублируете это дело зажимаете alt и левой кнопкой мыши оттягиваете в следующую часть отпускаете и то же самое для этого круга вот и все наш таймер с вами готов и соответственно как дублировать до правой кнопкой мыши разблокируем таймер вы можете зажать все слои например вот так вот выделив и зажать также alt потянуть ведь у нас происходит дубликат нашего таймера и где-нибудь его ниже там у себя размещаете и выставляете если это нужно другое время без проблем несколько таймеров работают здесь принципе на этом все если вас виджет заинтересовал а он вас скорее всего заинтересовал то под этим видео будет ссылка на мой сайт перейдете и без проблем там его скачаете увидимся в следующем уроке наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп мюз без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг печь делайте их круто